Привет, это ремастер «Когда стать соседа» и мы продолжаем. В прошлый раз мы прошли 6 уровней и теперь мы переходим к новому этапу, ко второй главе, можно так сказать, и уровень у нас называется «Искусство требует жертв». К 8 марта наш сынуля решил сделать маменьке несбываемый подарок. Может, подарить ей фотопортрет её драгоценного мальчика или картину, высечь статую маменьки в полный рост или смастерить для неё вазочку. Размышления соседа сопровождаются страшным грохотом, придётся Вуди внести свою лепту. Блин, это подло. Он ведь хотел всего лишь сделать подарок своей матери, а мы сейчас всё будем портить. Всё, как всегда. Погнали. А я не могу выйти. Да? Или что? Или могу? Тут мы можем взять уже кнопки. Тут у нас ничего нет, но, возможно, вот здесь что-то привалялось. Кстати, здесь есть попугай. Это значит, нам придётся идти очень тихо. И мы можем подняться наверх. Было бы неплохо сначала всё отследить, как здесь всё происходит. Ну ладно, давай. Всё, мы соберём. Холодильник у него открытый просто. А, не, всё нормально. Я уж подумал, он сюда идёт. Ну, наверное, нам нужна банановая кожура. И мы можем установить её где-нибудь вот здесь. Сколько шума от одной вазочки? Я могу кнопки сюда установить? Блин. Куда кнопки? Ой, нет, вот так ломай. Он там фоткается. Какая модель? Ладно. Он хочет сейчас поработать на станке. Идём сюда. Крадёмся. Упал. Не до тёпа. Давай, мы вот так сможем установить? Блин, нет. Пошли тогда на следующий этаж. Работает, работает и... О, нет. Бедный соседушка. Так, а мы можем это как-нибудь испортить? Кнопки. Как бы не уколоться. Растворитель. О, отвязываем птицу. Быстрее, быстрее. Мы можем прятаться под кроватью. Он идёт проверять... Свой рисунок. Тут у нас очень много пакостей. Он не находит птицу. А куда кнопки поместить? У него знатно бомбит. Но погоди, он не хочет их размещать. Быстрее. Ох, мы бы влипли, если бы всем иногда не нужно было вздремнуть. Надо двигаться тихо, чтобы никого не разбудить. Крадитесь, используя правую кнопку мыши. Но я ведь так и делал. Но мне слишком поздно этому обучили. Что здесь пишут? Если поджечь горку магния, будет ослепительная вспышка. Как бы не уколоться. Быстрее. То есть ему под жопу я это положить не могу. А что он делает? У нас тут ещё три пакости есть. Здесь я ничего взять не могу. Надо что-то сделать с камерой. Станок мы ему уже испортили. А я разве здесь не брал? Я брал мусор уже. Ну да. Почему ты не хочешь? Ты дурак? А сразу нельзя было? Ну поджечь! Блин, поджечь это возможно в камеру залить. А какая здесь ещё пакость? Что мне делать с этой дамой? Укололся. Бедняжка. Так, и что ещё? Я могу ещё взять? Нет, я не могу больше взять. И здесь я ничего сделать не могу. Он ничего не кладёт? Ну то есть вот только одна пакость. А может заставить попугая кричать? Я не знаю, это будет считаться пакостью? Ну и дела, обстановка накалилась. Скорее убегаете или вас поймают. Нет. Нифига себе, он ищет по всему дому. Раньше такого не было. Стой, погоди секундочку. Куда он нас выкинул? Ладно. Не, ну это глупо. Раньше вот когда была одна жизнь, было интереснее. То есть приходилось перепроходить. Но вот эту табуретку, по сути, вроде можно было ломать. Но сейчас я ничего сделать с ней не могу. Так, фоткайся быстрее. А, ну он идёт работать. Тихо. Всё, давай теперь выходи. Давай подойдём к этому стульчику, давай. Иди. Посмотреть на подставку. Почему? Быстрее иди. Вот тупой. Блин, что за несправедливость? Они сами, значит, виноваты. Там не было плюсика, и это меня сильно сбило вообще. Со всего. То есть, если у тебя есть какая-то пакость, там есть плюсик, ты делаешь. А здесь просто глаза. Но я помню, что можно было поломать этот маленький стульчик. Поэтому всё вот так вот. Блин, что за шумы? Всё, следующий уровень называется Солнечное утро. Ласковое солнышко так и манит искупаться в его лучах. Едва почистив зубы, сосед устраивается в шезлонге на лоджии. Фиалка Сьюзи вот-вот засохнет от жары, а значит, у Вуди есть чудесная возможность попортить соседушке кровь. Давай, давай, залетай быстрее. Так, он идёт чистить зубы. Можно взять кнопки. Здесь опять этот вонючий попугай. Грязная обувная щётка. Явно надо будет ему заменять эту щётку на зубную. Или в мусорке. Ладно, давай сюда пойдём. Или может... Он сейчас наверх по-любому попрётся, поэтому давай быстрее. Гоним сюда. А здесь только одна пакость, что ли? Открыть мы не можем. Нужно добыть ключик. Давай. Потом он опять пойдёт чистить свои зубы. А мы в это время здесь развлечёмся. Так, давай разместим. Лейка какая-то. Чем он там занимается? Яичко есть? Нет? Мёд. Пчёлы очень любят мёд. А, он нюхает цветок ещё в придачу. Я понял. Да иди, ты чего стоишь, тормоз? Сколько тебе нажимать-то надо? Быстрее, быстрее. Вот ключик от аптечки. То есть, он берёт лейку, идёт, поливает цветок. Следовательно, надо в лейку что-то подкинуть. Дальше вот здесь у него крем от загара. Туда, наверное, мёд надо подкинуть. В лейку. А, ну ещё и на лежак его подкинуть кнопок. Как-то, наверное, сломать блендер можно. Я не знаю. Давай попробуем вот так. Не, не получится. Мёд, давай быстрее, мёд. Кнопки. Ну, наверное, в аптечке что-то находится. А это ему в коктейльчик надо подмешать. Давай быстрее, только быстрее. Беги, беги. Блин, тупой. Быстрее беги. Раньше он тусовался в одном месте, а сейчас он вон спускается, блин. Поднимается, бегает по всему дому. Вообще обалдел. Что? Где? Давай быстрее. У нас ещё здесь целая куча дел. Надо открыть аптечку, посмотреть, что там. Ты сейчас там будешь кайфовать по полной. Наверное, надолго он останется. Не надо мне это показывать. Как бы я посмотрел, если бы наш персонаж в это время шёл. А он не идёт. Давай, открывай, открывай. Вот. Яд. От сорняков. У нас ещё заготовлено... А он уже ложился? А он мазался? Или нет? Давай, давай. Ну ты чё делаешь? Как беспалевно. Всё это провернули. Коктейльчик. Сладкий крем для загара, значит, он им не пользовался. А, надо зонт убрать. Тогда он намажет себя кремом. Не надо мне показывать. Иди. О, он бежит. Скорее зубы чистить. Да боже, ты серьёзно? Что за издевательство? Всё, у него бомбит. Давай. Лезь под кровать. Остаётся только ждать. Ничего я с этим поделать не могу. Если бы сразу закрыл зонт, он бы уже воспользовался этой ловушкой. Что он делает после коктейля? Идёт загорать? Или зубы чистить? В какой момент он идёт чистить зубы? Или он их чистил только один раз, и теперь после кофе? Ну вот, сейчас позагорает. А потом, возможно, он захочет полить свой любимый цветок. За этот уровень у него не было ни одной бомбёжки. Вот это успех. Это выглядело достаточно противно. Зачем ему вообще этот улей? Надо было его сносить. Как-нибудь паковать или в пакет, или выходить в защитном костюме и выбрасывать. Потому что ничего хорошего от такого не будет. У него вообще огромный дом у этого соседа. Плюс ещё здесь будет подвал, и откроется новая комната. Вот здесь вот слева. Мало очков дали. Какие-то гроши. Пикник на балконе. Снова здорово или снова здорово толстяк убрёл наверх, оставив полный холодильник еды. Угли шипят, сосед поглощает один сочный кусок мяса с другим, запивая стаканчиком винца. Вот это пир. Правда, он совсем забыл про Вуди, а у того уже пара горячих пакостей наготове. Соседа вообще ничего не смущает, то, что у него неприятности постоянно происходят какие-то в доме. Он мог бы как-нибудь с этим бороться. Давай быстрее. Сначала всё обыскиваем. Это у нас что? Хомут? Кнопки? В аптечке что? Ага, он мясо готовит. Шашлычки. Нам об этом говорили, надо порыться в мусорке и в холодильнике. Давай быстрее. Есть яйцо? Нет. Что это? Уксус? Что-то на мясо надо применить. Да в смысле а-а-а. А, вот у него стол долбанный. Зачем он попугая вообще завёл, задолбал? Вот это что? Подкормка для цветов, а это спирт для растираний. Огнеопасно. У него опять есть любимый цветочек. Да иди ты давай! Почему вот попугай не реагирует не как на самого соседа? тут ещё и огнетушитель есть. Это ведь несправедливо. Вот если бы попугай просыпался, когда сосед проходит мимо, приготовил мяско, идёт кушать. я здесь что-нибудь доставал, я не успел, да? А, может в огнетушитель огнеопасно надо заправить. Стой, что-то-то ведь надо. Да, блин, задолбал. Он будет хватать огнетушитель, наверное, чтобы потушить. это что? Сандали. У этой обуви стоп, это тапки его? Скабрезный вид. А он их снимает разве где-то? огнетушитель. Огнеопасно. Просто хочется закомбить. А нифига не выходит. Влезай. Да куда ты прёшься? А если так? Ого! Теперь точно ничего не сработает. Дальше. Подкормка или цветов? Уксус. Блин! Быстрей беги! Быстрей! Щенок! Уксус ему можно залить туда, а тапки-то зачем? Вот у него бомбит, он хватает огнетушитель. Один единственный раз. Всё, мы посмотрели, спасибо. А мы заправили это тапками. Но здесь ругается попугай. Да иди обратно. Ты придурок, нет? Задолбал. Такая дикость. Тут можно два прикола ещё устроить. Да-да, мы эту кучу раз видели. Или давай под кроватью вообще спрячемся или ладно. Он пошёл жарить мясо, а это вовсе не мясо. Это его вонючие тапки. Потом он вернётся сюда, сядет на кнопке, выпьет уксуса, зашибись. Не повезло ему. Бедный соседушка. Пошёл кушать, да? Ну, давай, покушай. Он очень много ест, у него интересные дни. Почему он до сих пор не накачан? он ведь целыми днями ходит туда-сюда. Да, такая жизнь соседушка. Сейчас он это уберёт. Давай, мяско. Как ты это можешь есть? Давай, это срочно нужно запить. срочно. Всё. Победа! И вот сейчас у нас идёт странный уровень, вся на борт. Разве это не со второй части? Давай посмотрим. Чтобы сбежать от Вуди и его пакостей, сосед купил билет на кругосветный круиз, но соседу и в страшном сне не могло присниться, что Вуди будет следовать за ним по пятам, да ещё и со всей съёмочной группой. В этой серии вы научитесь управлять Вуди и устраивать пакости докучливому соседу и дача? В смысле? Они не туда этот уровень вставили, да? Или они просто размешали эти уровни по сложности? Так, а здесь нам что надо? Может вот эту? тут вот появляется новая женщина. Рискните и попробуйте использовать этот объект. Старайтесь удерживать значок на цели, если не хотите угодить неприятности. Воу! А он закрещал и сосед прётся, нифига себе. Это его жена вроде как соседа, а в доме её не было. А ей что, всё равно на нас? Нас она бить не будет? Что за флажочек такой? Мыло. Давай попробуем ещё раз, это как-то сложно. Если честно! ты задолбал! Это вообще глупость, они вот это зря вели. Это тупая ерунда. Где здесь вода? тут 4 пакости. А здесь я могу ещё что-нибудь взять? Просто блин! Да я же нажимаю наверх, наверх, вбок. то есть эта штука, я понял, как она работает. Мышку вообще нельзя убирать. Ой, куда ты идёшь? лажочек идёт к жене. А, он уже грохнулся? Или он убрал мыло? То есть может он на мыло наступил, когда он бежал здесь в ярости? пирочинный ножик. Он какой-то странный. Странный уровень, я вообще такого уровня не помню. Но вот это нам явно надо открутить. Давай быстрее, почему ты не кладёшь? А, то есть он подскользнётся и прям туда рухнет. Нифигася. это будет две пакости. Дальше возможно нужно порезать его шапку. А, и вот ножку можно сломать. Пока. ой, он прибежал оттуда. Это неожиданно было. Давай быстрее. он сломал ножку или не сломал? Он наверное не успел сломать. А как? Что с этим делать? Я вот понять не могу. Мыло я больше взять не могу или могу? Только какой смысл от мыла? Может запихнуть ему фуражку? и он намылит себе голову. Забавно похоже другие персонажи предоставляют дополнительные способы подложить Ротвейлеру свинью. у него полыхает. Я не хочу уходить. блин, а что? Я вещей здесь больше не вижу. Кто нибудь что-нибудь видит? Стой, погоди-ка немного. Все, можно продолжать. Только у меня одна жизнь и я очень много времени потратил на этот долбанный уровень. Надо по-любому что-то делать с его фуражкой, понятное дело, он к ней мотается. Но я не могу туда подложить мыло. Следовательно, это не мыло. Времени здесь очень мало, потому что всего лишь вот получается два места, куда он ходит, вниз он не спускается. Если только мы не облажаемся на этом моменте. я не знаю, попробую взять еду. Сейчас мне это не нужно. Похоже, Ольге нравится есть за шатким столом. А он не хочет ничего брать. Бредятина. Я не знаю, можно попробовать взять вот этот черпак. Он давно привлекает. Да. беги. Успели. Мне уж показалось то, что уровень богованный какой-то. Но я видел этот черпак. Он не давал мне покоя. Оказывается, надо было взять его. Просто вроде как раньше достаточно было просто кликнуть на эту кастрюльку и все. Ох, ладно. как-то тяжело мне дал все этот уровень. Но дальше мы возвращаемся в его квартиру. Мастер ламастер. Ладно, давай. Наш сосед настоящий докоп по части инструментов. По крайней мере, сам он считает себя мастером на все руки. Завернуть болт здесь, просверлить дырку там, вмиг почисть раковину и починить отопление. Не так-то это оказывается просто. Надвигается настоящая катастрофа, нет сомнений, Вуди примет в ней живейшее участие. Нам открылся подвал. Здорово. так, давай сразу быстро все обыскиваем. За картиной. Это даже не сейф. Стой, он не сюда идет? Просто у него щиток электрический, да? Да, щиток с пробками. Ой, вот собака. Ага, стой, стой, я понял. Теперь вот он хочет в подвал пойти, чтобы проверить трубы. Нам нужен здесь провод, чтобы его ушатало током. Как раз-таки в подвале. И в холодильнике ничего. Ладно, погнали наверх. сначала все необходимое мы соберем. Скрепка, металлическая скрепка, непонятно пока для чего. Книга о пытках. ой, это он сам по себе поломал, это хорошо. Здесь мы спрятаться сможем где-нибудь, нет? А если скрепка? Нет. Быстрее убегаем отсюда, я не знаю, куда он идет. Он идет вниз. да давай спускайся. Берем книгу. Да ты тупой. Ну нафига? Я же нажимал через правую кнопку. Тратишь только время. Сюда ему книгу запихнуть? Или она снизу где-то нужна? Давай быстрее выходи. Да, здесь она нужна. Шарики здесь разложим еще. В ванной он что-то делает. Пробки эти наверное не просто так здесь нужно, я не знаю. не знаю, не знаю. Быстрее успеешь добежать? О, вот он идет к пробкам. я могу сюда какую-нибудь скрепку вставить? Не знаю. Он упал. и мы воткнули скрепку если что. Так, подключаем. Пол сухой в смысле, а вода где? Давай, нам нужна вода. Во-во-во. да, блин. А, это из-за того, что я скрепку вставил? Он ведь и умереть может от такого. Тихо, блин. А, я бы успел. Быстрее. Быстрее. у него проблемы с батареями здесь теперь. А, нет, нет, давай вниз пойдем. Я не знаю, вот здесь что делать. Сейчас он должен что-то необычное собрать. да. Ну, в смысле? Что? Сейчас в трубах нет воды? Быстрее, быстрее. вот здесь ты брал? Поздно он бомбить начал. да залезай. Я просто вышел, потому что там значок был этой болгарки долбаной. Ну, все, теперь меньше очков дадут. Его должно током ушатать. раз. да что за привязка? Что за бред? То есть я теперь не могу весь дом осматривать? получил? Да ладно, не злись. Бывали дни хуже, наверняка. А, ну вот батарея. Батарея раз, вот это два. А вот с этим-то я ничего не сделал. Он бы от такого умер или получил бы жесткие ожоги. бежит быстрее перекрывать воду. Но здесь мы все взяли, что можно было. А, блин, он сюда идет как раз что ли? Вот это мы ему поломали. Это раз. с этим мы ничего не сделали. Может, когда он идет туда, надо что-то с трубой делать? Включать воду? Чтобы на него прыснуло? Он такой о-о-о-о-о-о-о-о. Это надо очень быстро делать. Ну да, вот он идет, перекрывает воду, потом идет опять ее включает, идет к щитку. А раньше вроде здесь надо было что-то ломать, нет? А, стой, вон там что-то пульсирует. Где я? Все, иди, мы должны как раз успеть. Распираемая водой. Я ведь ничего сделать-то не могу. Ой, бедный сосед. То есть мы сейчас просто переделали трубу? Чтобы он потом вышел, включил, и она как раз... была... Готова пальнуть? Струей? Ох, его ждать еще полдня ради вот этой вот ерунды. Жаль, здесь нельзя мотать время. Как бы я же все равно спрятался. И было бы неплохо. Если бы у меня была возможность перематывать время. Ну, можно хотя бы за ним проследить, а то я обычно этого не делаю. И сейчас у него будет просто обычный обход. Все хорошо. Вот, идет. Но он может сейчас подойти и такой, хм, уже все сделано, хм. Тогда мне надо будет по-быстрому выскочить. Потрогать эту трубу. Ну, у него было шесть бомбежек. А у меня осталось две жизни. Поэтому можно легко сюда забежать, все успеть сделать. И даже потом получить. Вот он такой, хм, все хорошо. Блин, так он идет к батарее обычной. А надо вон туда. Или ладно. Он ведь сейчас пойдет обратно. А, не, вон идет. Можно было успеть спуститься. Блин. Я не хочу еще один круг здесь сидеть. Быстрее. Придется еще круг сидеть. Я понял. Я прождал еще один круг. Идем вырубать. Или наоборот врубать. Теперь он заходит в ванную, а мы... Идем в шкаф. Потому что по-другому просто не успеть. Вот так вот. Пришлось дополнительный круг ждать. Хотя в оригинале пришлось бы перепроходить уровень. Потому что он бы поймал, а то пил. Все. Еее. Остается один уровень, утренняя гимнастика. С каждым днем брюхо соседа все жирнее и толще. Пора заняться гимнастикой. Он перепробовал все от штанги до йоги и батута, чтобы согнать жир с тучного брюшка. Но ведь не видать ему тишины и спокойствия. Вуди успевает там и тут. Погнали. Давай, хватай сразу здесь. У нас доступен подвал. Взяли мы шарики. Скакалку ему можно вот так вот привязать. А я могу это... Не, я не могу это, наверное, так просто использовать. С помощью этих таблеток можно резко увеличить силу. Ладно, погнали быстрее в подвал. Резиновая лента. С тяжелыми грузами. Давай пружину возьмем. Пружина нам пригодится на батуте, наверное. Мы можем здесь что-нибудь перерезать? Нет. Ладно, идем. Ого, тут собака. Все, продолжаем. Вот он идет на велотренажер. Давай, сходим сюда. Я просто не знаю, какой у него маршрут. Здесь все надо делать. Да ты чего? Ясно. Вот. Глупыш. Можем мы здесь что-нибудь? Сейчас он идет в подвал. Ставим сюда быстрее пружину. Быстрее, я говорю, пружину. Мне вот не нравится то, что я что-то нажимаю, и он это не делает сразу. Книга. Он ведь читал какую-то книгу. Бедный соседушка. Бедный соседушка. Во, мы теперь можем перерезать штангу. Наверное. Он без проблем сможет позаниматься. Таблетки. Заменяем. Я думал, он сам будет их есть. Книга об узлах. Вместо йоги. Так, а конек-то вот этот, блин, ролик. Куда ролики? Да все, не показывай мне дальше. Почему он не хочет здесь разместить? Все, он запутался. А куда? Вот сюда, может? Блин, быстрее, беги. Быстрее, полудурок. Напряженная ерунда. Я в мусорке вообще поковырялся? Нет? Или я не успел тогда? Наверное, не успел. Что тут? Перчик нужен? Или вот это ерунда? Что это вообще такое? Нет, там такого нет. Блин, что мне надо-то здесь? Может, вот это? Я не понимаю. Провода опять током его ушатать, что ли? А, блин, там псина. Я про псину забыл. Давай быстрее лупать. Как-то вообще не очень удачно идет, если честно. Давай-давай-давай-давай-давай. Ой, не получилось ничего. Соседушка. А куда ролики-то? Мне кажется, игра или поломалась, или что? Или он через время только успокоится? Но мы его уже испортили. Ох, сосед-сосед. Что с псиной делать? Придурочный дурак задолбал. До этого он баганул, наверное, просто. О, хорошо, что я в подвал не пошел. Я хотел. Но он сейчас может все испортить. Мою ловушку. Не, не испортил. Четыре пакости. Две у нас есть здесь. Велотренажер. А в холодильнике, наверное, ничего и нет. Да, в холодильнике ничего нет. А как использовать мне эти ролики? Что-то странно. Погоди минутку. Все. Ну вот здесь я пробовал ставить. Он не ставится. Внизу я пробовал ставить. В ванной я пробовал ставить. Внизу я пробовал ставить. Он вроде как как шарики должен работать. Серьезно. То есть с ковриком мне ничего делать не нужно. Ну давай быстрее тогда. Можно наблюдать за его страданиями. Для меня самыми сложными уровнями будут из второй части. Потому что я говорил, что я играл в нее всего лишь один раз. Проходил один раз. Здесь-то я более-менее все помню. Потому что в свое время на эту игру я достаточно много времени потратил. Целую кучу раз я проходил. И перепроходил уровни. Чтобы улучшать свои результаты. Одна пакость осталась. Она находится на кухне. У него здесь аж 8 бомбежек было. И пока что он не остыл. Но я не знаю. На кухню он ведь не скоро еще пойдет. Ему надо будет вот сейчас заниматься йогой. Потом, наверное, рыбок покормит. Попрыгает на батуте. На коврике позанимается. Коктейль он относительно недавно ведь пил. А потом поперся в подвал. Поэтому придется ждать целый круг. Давай посмотрим, как ты занимаешься. Вот он взял книгу. Покормил рыбок. И отправился заниматься. У него неплохо получается. Он относится теперь к книгу. Ладно. Вот это рыба-переросток. Из-за наших таблеток. Теперь он идет на батут. Веселая у него жизнь. Веселая, да. Странный у него дом. То есть, вот такой вот балкон. То есть, если будет идти дождь. Все будет вот сюда заливаться. Плюс наверху вот эта труба. Которая как раз и будет сливать все на балкон. Правильно. Все, он уже по полной программе расслабился. И наконец-то идет пить коктейль. И тут бац. Улетел в окно, но почему-то не показали его. Эй, привет сосед, это я. Все, открылись новые уровни. Это уже вторая часть. Все уровни со второй части. Но этим мы будем заниматься уже в следующий раз. А пока что на этом можно закончить. Поэтому пока. Субтитры сделал DimaTorzok